Найдите интеграл. Как обычно перед просмотром приглашаю всех посмотреть очередное видео на нашем семейном канале. Кому интересно, ссылка в описании. Для решения данного интеграла попробуем заменить то, что больше всего не нравится. То есть попробуем заменить квадратный корень. Тогда интеграл под знаком интеграла e в степени корень из x dx будет равен. Корень из x мы заменяем на новую переменную, например, t. Сразу найдем x, тогда x будет равен t в квадрате. И нам нужно найти еще дифференциал dx. Найдем дифференциал dx. Это будет дифференциал от t в квадрате. Подставили t в квадрате вместо переменной x. А дифференциал от t в квадрате равен производная t в квадрате на dt. Производная t в квадрате равна 2t, да еще умножить на dt. Подставляем и получаем интеграл в виде e в степени t умножить на 2t и умножить на dt. У нас под знаком интеграла произведение двух функций. Поэтому попробуем найти данный интеграл с помощью формулы интегрирования по частям. И для удобства сразу внесем e в степени t под знак дифференциала, а константу, то есть число 2, вынесем за знак интеграла. Тогда в результате получаем 2 умножить на интеграл t умножить на дифференциал от e в степени t. И все это равно. И вот теперь обозначим t через u, а дифференциал от e в степени t через dv. Для того, чтобы воспользоваться формулой интегрирования по частям. Напомню, что формула интегрирования по частям имеет вид интеграл u dv равен u умножить на v минус интеграл v на du. Сразу найдем du и v. То есть если u равно t, то тогда du равно dt. А если dv равно дифференциал от e в степени t, то тогда v равно e в степени t. И вот теперь все записываем строго по формуле. То есть в начале у нас произведение u на v. Вот у нас u, а вот у нас v. И еще нужно не забыть переписать число 2. То есть 2 переписали, а в скобках по формуле интегрирования по частям получаем u на v. То есть t умножить на e в степени t. И минус интеграл v на du. То есть от e в степени t на dt. Переписываем число 2. t умножить на e в степени t. Минус интеграл от e в степени t равен e в степени t. И плюс константа c. И теперь нам нужно вернуться к старой переменной. То есть подставить вместо переменной t квадратный корень из x. Получаем 2 умножить на корень из x умножить на e в степени корень из x. Минус e в степени корень из x. Плюс константа c. И далее можно либо раскрыть скобки, либо вынести еще дополнительно e в степени корень из x. Например вынесем e в степени корень из x. Тогда получаем 2 умножить на e в степени квадратный корень из x. В скобках у нас остается корень из x минус единица. И плюс константа c. Задача решена. Кому решение понятно, ставьте лайк и не забудьте зайти в гости на наш семейный канал. Продолжение следует...